Ненецкая фармация осваивает новые направления деятельности. О текущем состоянии дел организации и преодолении финансовых трудностей рассказали представитель профильного ведомства Андрей Демченко и исполняющий обязанности руководителя аптеки Вадим Соболевский в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике. За прошедший год для стабилизации финансового состояния Ненецкой фармации были предприняты меры, среди которых погашение задолженности перед основными поставщиками услуг, закупка нового товара для розничной реализации населению, увеличение ассортимента товаров в три раза за последние полгода. Для стабилизации финансового состояния в сентябре и октябре были получены кредитные средства для пополнения товарных запасов. Товарные запасы в аптеках и на складах стали увеличиться. Это позволило увеличить выручку организаций и сделать лекарства доступными населениями, когда они появились во всех, особенно в сельских аптеках. Как заверили представители Ненецкой фармации, сельские поселения обеспечены лекарствами полностью. При этом руководитель компании обозначил и проблемы организации. Это высокая стоимость доставки груза и сокращение сроков ожидания лекарственных препаратов в отдаленные села региона. Депутаты повторно предложили проработать вопрос о возможности субсидирования из окружного бюджета расходов по доставке лекарств в села. Сегодня жители города имеют возможность приобретать необходимые лекарства не только в Ненецкой фармации, но и в других аптеках. То для жителей сел этот вопрос более сложный. Мы знаем нашу растянутость, местонахождение сел и деревень, отдаленность их. Поэтому решать эти вопросы будет, конечно, Ненецкая фармация. На сегодняшний день Ненецкая фармация автоматизирует аптеки, планирует оборудовать склад для длительного хранения лекарств и сделать доступными товары в режиме онлайн, открыть новые пункты продаж. Работа по автоматизации аптек проводится сейчас и в окружных селах. Система уже установлена в Красном и Тельвиске. В ближайшее время она будет установлена в Нижнепеш и Неси. Ну а в остальных селах, как нам пояснили, автоматизированная система будет установлена до конца марта. Конечно, эта система вызывает множество вопросов, но, как нас сегодня заверили представители, что этот вопрос они будут регулировать, будут людей обучать. Добавлю, для покупателей фармации внедрена программа лояльности, проводятся акции по снижению цен на некоторые товары и внедряются накопительные бонусные карты.